Здравствуйте! В России продолжается неделя профилактики рака толстой кишки. Это одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Какие существуют факторы риска, какая профилактика необходима, чтобы избежать этого диагноза, обсудим с главным внештатным гастроэнтерологом Департамента здравоохранения Севастополя Андреем Волковым. Андрей Владимирович, я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте! Ну вот и сразу же, со стороны врача-гастроэнтеролога, какие основные факторы риска существуют, чтобы человек понимал, с чем ему работать в первую очередь, чтобы предупредить? Ну, если мы говорим о развитии коваректального рака, то основные факторы риска это курение, алкоголь, пищевые предпочтения в виде там жирного мяса. Человек предпочитает все это запивать алкоголем и мало принимать клетчатки в виде овощей и так далее. Малоподвижный образ жизни – это ожирение. И есть, конечно, наследственный фактор, именно если мы говорим о коваректальном раке. То есть, если в предыдущих поколениях у конкретного пациента имели место быть рак ободочной кишки, то он входит тоже в группу риска. Либо ранее при проведении колоноскопии у него был обнаружен полип, либо его родственников, то это тоже группа риска. В принципе, вот так. Я так понимаю, что все-таки распространенное это онкологическое заболевание, но изучать его еще продолжают. То есть сказать, что оно прямо там изучено на 100% – нет, да? Вот эти все факторы, они настолько разные и взаимосвязанные в том числе, да? Эти факторы, скорее всего, они относятся и ко всем онкологическим заболеваниям, если мы говорим о гастроэнтерологии. Суть в том, что очень сложно диагностировать эту патологию на ранних этапах, когда, в принципе, нулевая, первая стадия, и при таком выявлении можно выполнить, скажем так, органосохраняющую операцию. То есть и прогноз у такого пациента гораздо выше на сегодняшний момент, особенно в свете современной химиотерапии. То есть там выживаемость 90%. Ну вот моменты диагностики и профилактики чуть позже еще обсудим. Вот вы сказали про факторы риска, туда входит, соответственно, питание. Питание, вредные привычки, да. Да, вот, собственно, что касается, допустим, питания, если на этом моменте остановиться поподробнее. Вот что конкретно, можно сказать, вот исключаем совсем из нашего рациона? Ну, мы не будем говорить конкретно все продукты, но вот, допустим, что может быть самое вредное? Наверное, жирная пища, я так полагаю, да? Ну, конечно, жирная пища, особенно трансжиры, особенно фастфуд, естественно, особенно там барбекю и вот эти как бы продукты, они будут, да, вредные. Острые? Или сложно сказать? Сложно сказать. Я думаю, что скорее нет, чем да. Суть идет в чем? О том, что сама жирная пища и само мясо, если как бы принимать его там без клетчатки, то же самое, то есть подвергается там процессам гниения, брожения и по факту, вот, возможно, и меняется микробиота толстой кишки, что, в общем-то, также влияет не совсем хорошо на кишечник. Поэтому тут точно сказать, вот, съел стейк там или жирное мясо, и все будет беда, нет, нельзя. Но малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, то есть это вот, ну, какой-то, скажем, ряд факторов, которые, скажем, способствуют развитию коваректального рака. Но это не говорит о том, что вот обязательно будет у этого или у этого человека. Понятно, тут индивидуально, в том числе, вы говорите, есть еще генетические формы. Наследственные формы, да, то есть есть. Вот вы на клетчатке акцентируете внимание, я так понимаю, что это у нас не всегда так развито, они так часто их кушают, да, то есть частенько просто булочку или просто мясо, но овощам не уделяет достаточно внимания. Ну, как правило, да, как правило, да. Плюс еще есть вот группа воспалительных заболеваний кишечника, там, язвенный колит, болезнь крона, то эта патология, собственно говоря, тоже, ну, эти пациенты, у которых язвенный анамнез, скажем, по язвенному колиту, десятилетний анамнез есть, у них в три-четыре раза риск выше развития коваректального рака, чем у обычного здорового пациента. Теазвенный колит, кома. Болезнь крона. Болезнь крона. Да, ну, это тяжелое воспалительное заболевание. А какие-то еще есть заболевания? Что еще к этому может быть? Ну, вот это, в принципе, основные. Если говорить, что у человека уже, не дай бог, развивается, да, вот онкология в кишечнике, как это человек сам может понять? Какие-то есть симптомы? Вот тут вся и соль, что если раньше, ну, скажем так, пороговый возраст, да, там, оценивали, там, 50 и выше, то сейчас в случае развития коваректального рака 30 лет, там, ну, рак молодеет. Есть, скажем так, там, симптомы красных флагов, там, там, анемия, там, немотивированное снижение веса. Изменения, там, в крови в виде, там, снижения гемоглобина, ускоренного слоя, там, постоянная боль в животе, особенно в ночное время. То есть, иногда это все происходит бессимптомно. Иногда под маской таких симптомов могут протекать, скажем, безобидные функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Нарушение стула, то есть, может быть, как, там, диарея с чередой запоров, либо, например, наличие крови в стуле, это уже, в общем-то, ну, скажем так, симптом такой достаточно грозный. При этом тот же и безобидный, вроде, казалось бы, геморрой, тоже может давать наличие крови в стуле. Поэтому все больные, у которых, ну, пациенты, есть эпизод гематохизии, кровь в калии, да, то есть, они подлежат стопроцентной колоноскопии. Независимо от того, там, осмотрены, там, они проктологом не осмотрены. Наличие геморроя не говорит о том, что там выше ничего нет. То есть, это колоноскопия. Это уже подробное исследование кишечника? Да, ну, конечно, это золотой стандарт диагностики. При этом, ну, как я говорю, там, возрастной ценз, да, вот если там отделять органическую патологию желудочно-кишечного тракта и функциональную, то есть, там, 50 и старше, то есть, тут уже более, как говорится, по римским критериям должно быть обследование более глубокое. Но, по сути, по сути, на ранних этапах коваректальный рак себя никак не проявляет. Зачастую пациенты поступают в стационар, там, с клиникой либо кишечной непроходимости, когда опухоль уже выполнила просвет толстой кишки, и пассаж нарушен, и клиника острого живота. Возможно, там, те же профузные ректальные кровотечения, опухолист сама по себе очень хорошо восклюризирована, кровообсажение ее усилено, при распаде этой ткани то все развивается, кровотечение, плюс, возможно, там, перфорации стенки кишки, там, с развитием клиники перитонита. И это уже, в общем-то, ну, ни о каком раннем выявлении не говорит. Выявить на ранних этапах можно только одним способом. Скрининговая колоноскопия. Да, и это, в принципе, основная диагностика. Да, это основная диагностика, которая, вот, позволит, вот, скажем так, при выполнении этой процедуры состояние стенки кишки увидеть, если там есть полип, выполнить полипэктомию. Зачастую эти безобидные полипы образования имеют высокую степень дисплазии, а это уже можно как расценивать такое. Более простым, дисплазия, если более простым языком. Ну, скажем так. Взлокая степень. Полипы, все полипы, это вот разрастание слизистой, да, они расцениваются как предраковое состояние. С течением определенного времени, то есть рак толстой кишки, он же не вырастает за ночь. То есть это вот, ну, месяцы, годы. То есть есть этот полип, который там, под воздействием тех же факторов, которые мы озвучили, да, там, курение, там, лишний вес, там, неправильное питание, образ жизни и так далее, происходит изменение клеточного состава. То есть по факту, клеточный состав, он так называется, клеточная атипия. Именно это состав онкологической, ну, ткани. Которая никакую функциональную нагрузку не несет, вот, а вот только поражает. И чем выше изменения в клеточном составе, то есть, к примеру, там, клетка имеет там определенный, ну, скажем, вид, да, пусть это будет квадрат. Это хороший вариант нормы. Атипия, когда она уже будет, например, там, не совсем квадрат, а там, рома какой-то и так далее. И чем выше степень этой дисплазии, тем, скажем так, ниже ее функциональная способность. Оно превращается вот в онкологическую клетку. И я же говорю, что порой эти вот безобидные полипы, когда их удаляют при клоноскопии, а потом проводят морфологическую оценку, то там высокая степень дисплазии, которую, в принципе, уже расценивают как ранний там рак. Да, но это тоже подвергается лечению, то есть это… Ну, конечно, то есть определенно там, ну, то есть есть же там разные опухоли, там, железистые, там, эпителиальные и так далее. То есть тут вопрос не в этом, вопрос, как это все выглядит, какого размера. Если это современная эндоскопия, она на сегодняшний день там в высоком разрешении позволяет, в принципе, с высокой вероятностью оценить внешний вид и гистологический забор, вот материал, он, ну, поможет практически… Фактически одна из опасностей – это то, что бессимптомно может это все протекать. Да, на ранних стадиях бессимптомно. И только скрининговая колоноскопия даст, в общем-то, выявляемость на ранних стадиях, когда это, в общем-то, для пациента в прогностическом плане будет благоприятно. А когда это уже кишечная непроходимость и с наличием там метастазов в печени и в легких, ну, в общем-то, уже… Это вы уже, конечно, говорите о таких страшных вещах. Как правило, так происходит. Да, но у нас же как, пока не заболит, мы, собственно, никуда не обращаемся, вот в этом-то опасность. Кстати, боль, которая носит, как правило, она, вот что может насторожить, это ночью. Человек может проснуться от этой боли. Боль именно вот в ночной период времени. То есть это уже вот должно насторожить, скажем, пациента, и какие-то действия должны быть осуществлены в плане исследования и возможных причин этой боли. Боль локальная где-то в районе живота, ниже… Ну да, живот, то есть… Да, где кишечник, да, соответственно. Ну, естественно, то есть по ходу там кишки и так далее. Вот. Как минимум там сейчас современные УЗИ-датчики, они тоже могут определять и делать УЗИ толстой кишки, при этом оценивать ее толщину стенки. И если там, в общем-то, что-то будет солидное, то вероятность того, что будет выявление, да, есть. Но опять-таки мы все равно идем на колоноскобию. Ясно. Ну и в любом случае, если есть кровь там, где она не должна быть, это уже симптоматически. Ну, это да. Кровь в моче, кровь в стуле – это уже, ну… Это уже не начальная стадия, я так полагаю. Уже, наверное, стоит задуматься очень срочно. Кровь в стуле – это причин много может быть. Но то, что это грозный симптом, и он требует внимания, прям пристального – это факт. Вы упомянули про диарею запоры. Вот, например, если говорить о тех же запорах, насколько они могут развить вот эти… Ну, смотрите, тут, в общем-то, тоже есть… Клиника может меняться от локализации. Если это нам рак прямо у кишки, да, возможно, такие симптомы, как ложные позывы на дефекацию. То есть есть позыв, а субстрата нет, у кала нет. Либо чувство неполного опражнения прямой кишки, то есть как вот инородное тело. Либо череда запоров. То есть все было, в общем-то, неплохо. Тут раз, ну, задержка стула пошла у пациента. Задержка стула 3-4-5 дней. Потом прорвало там послабление, неустойчивый стул. Вот эти моменты, они могут быть и при других заболеваниях. Поэтому сказать, что есть какой-то симптом, который достоверно говорит о том, что вероятность опухоли есть, но их не существует. Да в любом случае мы с вами даже просто симптомы перечислили, ни один из них – это не норма. Не норма. То есть это уже есть повод пойти к врачу. Так как просто сегодня тематика такая, да, вот профилактика именно рака толстой кишки, здесь, конечно, мы вокруг этого говорим. Но в целом, если у человека, там, запор, диарея, вот другие симптоматики, которые вы перечислили, это уже повод. Идите к врачу, да. Вообще, в принципе, да. Займитесь своим здоровьем, конечно. Особенно, когда вот начинает терять вес пациент. Все прекрасно понимают, если там кто-то умышленно хочет там постройнеть, то это труд, это определенные предпочтения пищевые, где-то режимы и так далее. А тут ни с того ни с того человек начинает худеть. С одной стороны, когда-то, может, это кому-то в радость, а по факту чудес-то не бывает. Это тоже симптом? Грозный симптом. Немотивированное снижение веса, и оно прогрессирующее. То есть, ну, это симптом. Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Давайте вот еще один вопрос все-таки подытожим. И пару советов. Меры профилактики. Как человеку… И я понимаю, что эти меры профилактики, они могут помочь не только при этом заболевании, не дай бог, да, а при любых других. Потому что сейчас мы живем в таком мире, что и питание, и качество продуктов, просто мы заходим в супермаркет, видим, да, мы берем то, что нам предлагают. Но это же не всегда может быть хорошее качество. И вот как сейчас выходить из этой всей ситуации? Как себя вести правильнее, чтобы жить долгое, здорово и счастливо? Ну, если мы говорим о коваректальном раке, то я бы рекомендовал пациентам, у которых группа риска повышенная. То есть, это, например, онкоанамнез у родственников первой линии, да, либо пациент сам перенес онкопатологию другой локализации, то здесь надо выполнять колоноскопию здесь и сейчас, желательно в ближайшее время. Всем пациентам остальным, которые не входят в группу риска, ну, 45 лет собрались с друзьями, рюмку перекинули, а на следующий день все побежали на колоноскопию. И тогда выявляемость будет выше, и, соответственно, прогноз будет лучше. Вот колоноскопия, вокруг которой все... Вокруг которой все вот крутится, да. Я так полагаю, что вот надо себя в любом случае заставить и как профилактика это сделать после 45 лет в любом случае. Как скрининговое исследование, да. Бежим на колоноскопию и смотрим. Дело в том, что вот те маркеры, которые предлагаются, скажем, колоноскрытую кровь, да, то есть дешевый и, в принципе, информативный анализ. Да, сказать, что он точно может говорить о том, что там есть рак толстой кишки, тоже не может. Ну, вероятность, да, более высокая. Плюс воспаленный полип может подкравливать. Дивертикул, если воспалился, тоже может подкравливать. Колоноскопия, она даст ответы на все вопросы. Есть что-то в кишечнике, толстой кишке или нет. Если там есть полип, его обязательно надо забрать. Он подлежит морфологической оценке, а уже исходя из того, что там в биоптате будет, какой результат, уже дальнейшая тактика. Если это визобитный полип, ну, замечательно, там, через год делается контрольное исследование. Если у пациента все хорошо на колоноскопию, следующее исследование через 10 лет, пожалуйста. А, даже так. Я думал, что тут надо, допустим, анализы сдавать, там, и всю эту профилактику каждый год. Да нет. Ну, это каждый год делать колоноскопию. Ну, я имею в виду, чем старший человек. Это, в общем-то, жестоко. Не, не колоноскопию, я имею в виду, в целом, все-таки профилактика, вот, допустим, сдать. Ну, общий анализ крови, безусловно, надо сдавать. Безусловно, надо ходить на диспансеризацию. Безусловно, надо делать рентгенографию или флюорографию грудной клетки. И мы за это не говорим. Это само собой. Но, если вот в части коваректального рака, те стадии, которые 0-1, которые вот ранее выявляемость, то есть вариант только один, я вижу. Все понятно. Это скрининговое исследование толстой кишки. Спасибо за информацию. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Успехов вам в работе. Спасибо. Я напомню, что мы общались с главным нештатным гастроэнтерологом Департамента здравоохранения Севастополя Андреем Волковым. Желаю вам всего доброго, здоровья. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова